Привет! Microsoft предлагает бесплатно воспользоваться веб-версиями приложений Word, Excel, PowerPoint и многих других. Причем не важно, что у вас компьютер на Windows, Mac или Linux. Самое главное, чтобы у вас был современный браузер, и вы можете бесплатно зарегистрироваться и начать пользоваться этими и многими другими приложениями, входящими в состав пакета Microsoft 365. И не надо больше думать, где скачать Word или как установить Word на ноутбук. Посмотрите на эту картинку. Слева у меня расположена веб-версия Word. Справа приложения для Windows. Они похожи как близнецы. В приложении для веб есть почти весь тот же функционал, который вы привыкли видеть в обычных приложениях Word, Excel, PowerPoint. Единственное, что нужно для работы веб-версии Microsoft Word – это современный браузер. Подойдет любой популярный браузер, такой как Chrome, Edge, Opera, Firefox или Safari. И, конечно же, постоянный доступ в интернет. Впрочем, раз вы смотрите это видео, с интернетом у вас должен быть полный порядок. Многие привыкли пользоваться приложениями для компьютера и с настороженностью относятся к веб-версиям популярных приложений. И действительно, в веб-версиях есть некоторые отличия. Например, там по-другому происходит открытие и сохранение документа. Есть и другие нюансы, и обо всех этих нюансах я расскажу в этом видео. Также в этом видео я покажу, как буквально в пару кликов мыши сделать себе значок на рабочий стол или на панель задач, чтобы сделать работу с этими программами, еще более похожими на работу с обычными приложениями для компьютера. При всем при этом у веб-версии Word, Excel, PowerPoint есть гигантские преимущества перед приложениями, которые нужно устанавливать на компьютер. И я хочу, чтобы вы о них знали, когда выбираете, как установить себе Excel на ноутбук, например. Чтобы вы могли сравнить веб-версию и программы для компьютера и выбрать, что действительно лучше будет для вас работать. С вами Андрей, YouTube канал Совет Эксперта. Если вы в первый раз на канале, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также не забывайте ставить лайк и делиться этим видео. Кстати, все ссылки, о которых я буду упоминать в этом видео, вы всегда сможете найти в описании к этому видео. Какие программы входят в Microsoft 365? Их реально много. Это и уже привычные нам Word, Excel, PowerPoint, Outlook и программы для работы с задачами, это видеоредактор ClipTemp, о котором я уже рассказывал. А если мне неизвестно, например, Sway. И Sway это программа для создания интерактивных презентаций, которые скорее больше похожи на сайты, нежели на презентации. И напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал отдельное видео про то, что такое Sway, как импульсы и как создавать классные презентации. Открывайте браузер и заходите на страницу office.com. В левой части страницы есть две кнопки вход и получить Microsoft 365. Нажмите кнопку вход. Если вы берете кнопку получить Microsoft 365, то вас перебросит на страницу, где вам предложат купить премиум версию. Но это не то, что надо, поэтому нажимаем кнопку вход. Далее нас просят войти в систему при помощи Microsoft аккаунта. Он у вас уже есть, если есть у вас аккаунт на OneDrive, Skype или, скажем, электронная почта на Outlook.com. Если у вас нет еще Microsoft аккаунта, то всегда можно создать бесплатно. Для этого нужно нажать на ссылку, создай ее. Давайте посмотрим кратко, как она создается. Создать учетную запись Microsoft можно либо привязанную к уже существующей электронной почте, если она у вас есть, либо вот если выбрать последнюю ссылку, можно создать новую учетную запись с новой электронной почтой, которую вам создаст Microsoft, либо можно создать учетную запись, привязанную к номеру телефона. У меня учетная запись уже есть, поэтому создавать новую я не буду и нажму кнопку назад. И здесь я введу свою учетную запись. Загрузилось. Это главная страница Microsoft 365. Посмотрите на панельку слева. Здесь собраны значки популярных приложений, входящих в состав Microsoft 365. Здесь вы без труда узнаете Word, Excel, PowerPoint, Outlook и многие другие. Чтобы посмотреть все приложения, которые входят в состав Microsoft 365, нужно нажать на кнопку приложения. Вот здесь перечислены все приложения, здесь их довольно много. Чтобы вернуться назад, нужно нажать на кнопку главное с изображением домика. В центре экрана расположены документы, с которыми вы недавно работали. Вот список этих документов. Какой-то документ, который наиболее важен, чтобы он не потерялся, его можно закрепить. Для этого нужно нажать на иконку с ображением кнопки. Вот так вот нажмем и он закрепился. Все закрепленные документы можно посмотреть на отдельной вкладке, которая называется закрепленные. Вот я закрепил два документа и вот два они у меня здесь отображаются. Чтобы убрать документы из списка закрепленных, просто нужно нажать опять на иконку с ображением перечеркнутой кнопки и документы пропадают из страницы закрепленным, потому что они перестают быть закрепленными. Но они все равно остаются в списке последних документов. Чтобы создать новый документ в Microsoft 365, например, документ Word, Excel и PowerPoint, есть два способа. Первый – это нажать на кнопочку со словом «Создать» в виде кружка с плюсом. Если вы ее нажмете, то здесь в разделе «Создать» есть разные типы документов. Это документ Word, презентация PowerPoint, книга Excel, форма из Forms и так далее. Также можно создать документ по шаблону. Вот если пропустить чуть ниже, шаблоны для разных приложений собраны. Это первый вариант. Второй вариант – это можно нажать на иконку соответствующего приложения, ну, например, Excel и прямо отсюда выбрать либо вариант «Новая пустая книга», либо опять-таки создать новый файл с использованием готового кода шаблона. Здесь же в нижней половине экрана собраны последние документы, с которыми вы работали именно через эту программу. Например, вот собраны книги для Excel. Давайте сейчас создадим новый документ Word и посмотрим, как выглядит работа с текстом при помощи веб-версии Word. Итак, я перешел в Word для браузера и отсюда я создам новый документ, нажав на элемент «Новый пустой документ». Загружается в Word. Все, он загрузился. Как видите, прошло буквально пару секунд, и у меня загрузился Word для браузера. Как вы можете убедиться, внешне он очень похож на приложение для компьютера. Есть у меня небольшой лайфхак. Если написать «равно» и «rant» английскими в скобочках, например, «20» и нажать «Enter», то Word сгенерирует нам 20 абзацев какого-то текста произвольного. Мы можем менять «шифты» для текста, сделать его жирным, курсивым, можно менять размер, можно менять стили для элементов. При желании можно добавить какую-нибудь таблицу, он находится на вставках. Есть колонтитулы, вот верхний колонтитул, вот нижний колонтитул. То есть по итогу здесь есть все те инструменты для работы с текстом, которые вы привыкли использовать при работе для Word для компьютеров. На что только хочу обратить ваше внимание, что вот если, скажем, мы делим какой-то фрагмент и выберем окошечко шрифтов, то здесь есть шрифты с изображением такого алмазика. Это премиум шрифты, они не включены в бесплатную версию. Все изменения документ сохраняются автоматически, ничего сохранять не нужно при редактировании. Ну, например, можно дать другое имя документу. По умолчанию Word его называет как документ и дает какие-то цифры. Мы можем, например, нажать на элемент в левом верхнем углу в заголовке и в выпадающем окошечке дать другое имя файлу. Ну, например, напишем, назовем его, например, демонстрация для YouTube. И нажимаем Enter. Готово. Давайте сейчас вернемся в главное окно Microsoft 365. Я покажу, как открыть документ на редактирование с вашего компьютера. Для этого мы можем просто закрыть вкладку, где вы редактировали Word документы. Вот у нас автоматически вернулась в предыдущую вкладку, куда мы создавали новый документ. И нажмем здесь на кнопку Главное на панели приложений. Обратите внимание на ссылочку Отправить, которая есть на главном экране. Такая же ссылочка есть в каждом приложении. Вот в Word ссылочка Отправить. В Excel есть ссылочка Отправить. В PowerPoint есть ссылочка Отправить. Давайте вернемся в Word. Эта ссылка позволяет нам загрузить документ с нашего компьютера в OneDrive и автоматически открыть его на редактирование. Сейчас я покажу, как это делать. Нажимаем Отправить. Появилось окошечко, которое позволит выбрать документ. Вот у меня есть реферат по физике. Я выбираю. Нажимаю кнопку Открыть. Сейчас он закачивается в OneDrive. И тут важный момент есть. Вот он не закачался, но ничего не произошло. Обратите внимание на иконку, которая появилась в строке адреса. Она говорит о том, что всплывающие окна были заблокированы. На нее нужно нажать и выбрать вариант Всегда показывать всплывающие окна с сайта office.com. Выбрать эту опцию и нажать кнопку Готово. Это важная опция для того, чтобы вы могли открывать документы на редактирование с вашего компьютера. Теперь нужно нажать кнопку Обновить в браузере. И можем повторить еще раз. Нажать кнопку Отправить. И опять выбрать реферат по физике. И сейчас он загрузился в OneDrive и автоматически у меня открылась новая вкладка на редактирование этого документа. Делается это только один раз для сайта. То есть один раз сделали, второй раз, третий раз делать не надо. Потому что браузер запоминает ваш выбор. Вот так и происходит открытие на редактирование файлов с вашего компьютера. То есть они вначале загружаются в OneDrive и потом открывается на редактирование Word или Excel или PowerPoint в зависимости от того, какого типа этот файл. Давайте сделаем какие-нибудь изменения в этом документе. Например, вот я выделю часть текста жирным. И если я закрою эту вкладку, здесь можно нажать Обновить в браузере. И вот он реферат по физике номер 2. Вот второй раз, который я загрузил его. Вот у меня изменения сохранились. Обратите внимание, что файл, который находится на компьютере, не изменился. Он остался в изначальном неизменном состоянии. Теперь давайте разберем, как сохранить документ из Word для браузера вам на компьютер. Когда вам нужен документ в виде файла на вашем компьютере. Для этого нужно нажать на команду File и выбрать здесь вариант Сохранить как. Выбрать вариант Скачать копию. В таком случае копия этого файла сохранится у вас на компьютере. Кстати, обратите внимание, что здесь же можно сразу скачать в виде PDF документа. Это очень удобно и не требуется никакие дополнительные конвертеры. Давайте выберем Скачать копию. Вот он спрашивает, хотим ли мы скачать копию, над которой можно будет работать автономно. Говорим, да. Скачать копию. И вот обратите внимание на левый нижний угол у меня скачивается документ. Также хочу обратить ваше внимание, что если у вас, скажем, на компьютере уже установлен Word для компьютера, вы также все равно можете пользоваться веб-версией. И отсюда очень удобно открывать документ на редактировании без непосредственного скачивания. Для этого нужно выбрать и нажать на кнопку редактирования. Здесь есть команда Открыть в классическом приложении. В таком случае у вас откроется приложение для компьютера и там откроется на редактировании этот документ из OneDrive. И в таком случае вы будете работать в Word браузера и в Word приложение для компьютера над одним и тем же документом. Веб-редакторы по своей природе очень хороши для совместной работы нескольких человек над одним документом. Например, вы с другом можете работать одним докладом, с однокурсником работать над рефератом или курсовой, или с коллегой готовить какой-то отчет по работе. Я сейчас покажу, как удобно совместная работа нескольких человек именно в веб-версии. Вы можете забыть про всякие флешки и тому подобное. Так, у меня есть какой-то документ, над которым я начала работу. Например, это будет доклад. Назовем его «Стратегическое развитие компании 2023». И теперь я хочу поделиться ссылкой на этот документ с коллегой, чтобы он тоже мог работать над этим документом. Для этого я нажимаю кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу и выбираю сюда вариант «Копировать ссылку». Здесь появившись окошки, нажимаю на кнопку «Copy». Word для браузера подготовил мне специальную ссылку, которую уже скопировал буфер обмены, которую я могу дать своему коллеге, и тот может ее открыть, скажем, Firefox. И вот, мой коллег, даже не имея аккаунта на Microsoft 365, видит этот документ и может начать с ним работу. Он дает нам нужна разом кнопку «Edit». У него откроется также Word для браузера, где он может продолжить работу. Сейчас я расположу свой документ слева, его документ справа. Видите, что я работаю над документом сейчас справа, все изменения у меня потихонечку отображаются в левой части. Также в документе отображается положение курсора того человека, который работает сейчас над документом. Сейчас я сымитировал работу несколько человек над ним документы. Видите, что это довольно удобно, причем каждый видит, что в этот момент редактирует другой человек, где находится курсор. Что-то также очень важно, всегда можете видеть, кто внес, какие изменения. Для этого нужно нажать на команду «Файл», выбрать команду здесь «Сведения». И здесь есть такая команда, которая называется «Журнал версий». И она показывает вам, какие были изменения, реактивные правки совершены над документом. Видны предыдущие версии этого документа. То есть вы всегда можете вернуться к какой-то версии документа из истории, если вдруг удалили случайно нужный вам фрагмент информации. Чтобы сделать работу с Microsoft 365 еще более удобной и похожей на работу с приложением для компьютера, можно сделать ярлык на рабочий стол или на панели задач для Microsoft 365. Для этого нужно нажать на три точки в правом верхнем углу в браузере и выбрать команду «Установка приложения Microsoft 365». Выбирайте ее. Браузер нам спросит, точно ли мы хотим установить приложение Microsoft 365. Мы говорим «Да, установить». И готово. Браузер нам открыл Microsoft 365 в отдельном окошке. Обратите внимание на иконку, которая здесь у меня отобразилась. Такая соответствующая Microsoft 365. И прямо отсюда я могу создавать уже новый документ, например, в Word, либо переключиться на Word, либо в Excel, что мне надо. Теперь, если я закрою это приложение и открою рабочий стол, то вы видите вот эта иконка, которую создал браузер. Если на нее нажать, у меня быстро откроется опять Microsoft 365. Эту иконку я могу держать и на рабочем столе, и, скажем, прикрепить ее на панели задач для быстрого запуска инструментов для работы с текстом, с таблицами, с презентациями и с браузером. Если мне это приложение больше не нужно, его всегда можно удалить. Если нажать на три точки, здесь есть команда «Удалить приложение Microsoft 365». Кстати, выбирайте эту команду. Браузер нас спрашивает, действительно ли мы хотим удалить это приложение. Мы говорим «Да, удалить». Видите, что ярлычок удалился. Кстати, функциональность приложения для браузера можно расширять при помощи дополнительных надстроек. Для этого есть специальная кнопка, которая называется «Получить надстройки». Нажимаете на нее. И здесь есть магазин надстроек. Не все из них платные, многие бесплатные, которые вы можете добавить, скажем, в Word для браузера и получить дополнительную функциональность. Например, чтобы быстро находить документы из Википедии. Или, например, чтобы подключить коллекцию эмоджи или каких-то иконок или картинок. Улучшенный редактор для описания формы и тому подобное. Теперь я хочу обратить ваше внимание на те нюансы, из-за которых вам Word, например, или Excel для браузера может не подойти. Первое, что я обратил внимание, то, что здесь есть. Видите, линейка сверху над изображением листа. Она показывает дюймы. Не знаю почему, но вот так вот. И как поменять линейку на метрическую систему я не нашел. Также не нашел, как поменять, например, фон у страницы Word. Я понимаю, что это не самый популярный функционал, но если для вас это важно, то учитывайте это. Также, несмотря на то, что Microsoft 365 предлагает большое количество приложений, здесь нет базы данных Access. Что в таком случае делать? Ну, я вам советую посмотреть мое прошлое видео, где я говорю об альтернативах для Microsoft Office и посмотреть на OpenOffice или WPS. Возможно, какой-то из этих пакетов вам подойдет больше. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получилось, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я всем с удовольствием отвечу. А также не забывайте ставить лайк и делиться этим видео. Если вы первый раз на канале, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные видео. До новых встреч!